Привет, меня зовут Данил, я являюсь автором музыкального проекта Sleepolker in Love и сегодня я вам расскажу о компьютере, который я собрал для создания музыки. Это довольно бюджетный ПК, собранный в большинстве своём из БУ комплектующих. Так как я работаю в Logic Pro, мне необходима система macOS. И для того, чтобы система встала без всяких проблем, я подбирал каждый компонент отдельно. Так как я не являюсь специалистом по сбору компьютеров, моим главным консультантом стали Google и YouTube, ведь они могут ответить на все мои вопросы. Ах, поехали дальше. Раньше я работал на MacBook Pro 2012 года в операционной системе Yosemite, и поэтому мой выбор пал на 1155 сокет, это сокет 2012 года, для которой эта система отлично подходит. Первым, что я подобрал, это материнская плата Gigabyte, которая на Авито обошлась мне в 2500 рублей. Далее я купил процессор Core i5-3470, который в свою очередь обошёлся мне в 4000 рублей. И вот так как работа с VST-плагинами и VST-инструментами жрёт очень сильную оперативную память, я решил, что 12 гигов будет в самый раз. И я купил две плашки, одну на 4, другую на 8 гигов, которые в совокупности были что-то около 4,5 тысячи рублей. Далее я взял у Другана видеокарту, это была GeForce GT 640 на 2 гига, достаточно простенькая карта, но в принципе её хватает для простенького монтажа Final Cut, но её главной функциональной задачей является вывод видео на монитор, так как заводить процессорную графику на Hackintosh это довольно геморройная тема, потому что там надо править какие-то кексты и прочее дерьмо, и я решил в это абсолютно не лезть. Эта карта, кстати, обошлась мне в 2700 рублей. В качестве жёсткого диска я выбрал SSD от компании Dell. Это SSD на 400 гигов, которая мне зашла просто за смешные деньги, где-то были 5000 рублей, как я выяснил, в дальнейшем, ну, меньше 200 фунтов, и я цены тогда не находил. Короче, наверное, самая дорогая вещь в компьютере, которой мне очень повезло, SSD самая главная штука в компьютере, вот базара нуль. Кулер, блок питания и корпус дальше в общей сложности обошлись в ещё 2500 рублей. Ну, собственно говоря, и того весь Hackintosh обошёлся в 21200 рублей, не считая флешки на 8 гигов, на которую я записал образ системы, и там стоит Clover, который, в принципе, эту систему и запускает. В общем, я решил не заморачиваться, и просто это стоит флешка там... Короче, даже не спрашивайте. Ну, ибо сам факт того, что я собрал этот Hackintosh, уже для меня просто виктори. Да, кстати, ещё хочу отметить, что запустить встроенную звуковую карту — это тот ещё геморрой, ибо там нужно, опять же-таки, прописывать какие-то странные кексты и прочее. Ну, в принципе, мне, как для чувака, который делает музыку, встроенная звуковука нахрен не нужна, и поэтому я пользуюсь Focusrite 2.4 второго поколения. Ну, вы можете пользоваться, в принципе, любой картой. Сейчас Behringer допустил цены на 40%, и теперь самую дешманскую карту, например, Behringer UM2, вы можете купить всего за 2500 рублей, и она будет работать у вас просто выбиршикардосно. Так как на MacBook'е я привык работать исключительно на трекпаде, поэтому при сборке к кинтоши я не рассматривал никаких других манипуляторов, типа мышка или трекболов каких-нибудь, и приобрёл фирменный трекпад от компании Apple. Но проблема заключается в том, что его достаточно трудно завести с помощью какого-то рандомного Bluetooth-адаптера, и подходит очень малое количество моделей. И подобрал я мышку с помощью способа, который подсказал Алексей Коновалов в своём видео. Как я покупаю на авито Bluetooth-адаптеры для Mac и кинтоши, ссылка в описании. Коновалов, капуста. И, собственно говоря, вот я нашёл этот Bluetooth-адаптер, и он мне обошёлся всего лишь в 100 рублей, и причём мне не пришлось идти куда-то далеко, потому что чувак продавал буквально в соседнем доме. Кстати, у которого я выменял вот этот прекрасный монитор на жёсткий диск SSD-шный 60 гигов. Я ему 60-гиговый диск, а он мне монитор. Я ему 60-гиговый диск за полторы тысячи рублей, а он мне 21-дюймовый монитор. Лол. Ещё важный момент. Я покупал фирменную клавиатуру от Apple и пытался работать параллельно с трекпадом, но дело в том, что, видимо, Bluetooth-адаптер как-то не тянет или ещё что-то. В общем, когда работала клавиатура, трекпад дико тупил, приходилось пользоваться мышкой, и, в общем, от Apple-ской клавиатуры я отказался. И пришлось купить обычную, и, не поверите, буквально сегодня мне жена... Ну, ладно, а теперь давайте посмотрим, как работает система, как она запускается, как открывается проект, и я думаю, это будет интересно. Ладно, давайте включим и посмотрим, как работает система. Ну, вот, собственно, говоря, система запустилась. Посмотрим об этом Mac. Система определяет iMac 27-дюймовый, конец 2012 года, процессор 319 ГГц, QR-i5, память 12, 2-гиговая графика, бла-бла-бла, хранилище. Вот. Ну, давайте попробуем открыть какой-нибудь проект. Лоджиковский. Дик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Синтезатор Roland GX03 Это бутиковая копия синтезатора GX3P 80 По-моему, 2004 года, если я не ошибаюсь Дальше Тут еще какое-то интересное арпеджио Сделанное тоже с помощью контакта Это библиотека звуков Джуна 6 Вот Потом лоджиковская маримба Еще что-то, еще какая-то маримба Короче, а, Юпитер Ну, ладно Я думаю, это не очень интересно Я просто это к чему показываю К тому, что Насколько много, короче, синтезаторов задействовано И почему проект достаточно долго грузился Ну, собственно говоря Посмотрим, как это все работает Причем на мастере уже висит Мастеринговая обработка Вся Мастеринговая обработка Ну, в принципе Этого достаточно для того, чтобы понять Как работает, запускается система И все такое В общем, если тебе понравилась эта тема Не стесняйтесь ставить лукасов Подписывайся на канал Потому что я планирую снимать и дальше ролики Для начала я рассказал про компьютер Дальше я расскажу о каких-то своих проектах Разберем какой-нибудь трек в лоджике Попробуем что-нибудь создать с нуля И бла-бла-бла Короче, вы можете предлагать это все в комментариях Ну, не стесняйтесь писать Пока Абсолютно плохо Абсолютно бездарно Это бездарно Бездарно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!